Для поднятия иммунитета, укрепления здоровья и профилактики заболеваний мы принимаем витаминные добавки. Так ли они нам необходимы и действительно ли в них содержится эта чудодейственная сила, о которой говорится в рекламе. На сайте Naked Science была опубликована статья о том, что медики не обнаружили в витаминных добавках никаких существенных результатов от их приема. Группа канадских ученых представила в Journal of the American College of Cardiology результаты обзора популярных витаминных добавок, которые принимаются для профилактики сердечно-состудистых заболеваний. Один из авторов исследования Дэвид Дженкинс отметил, что принимая мультивитамины, витамин D, кальций или витамин C, вреда организму они не нанесут, но и большой пользы ждать от них не стоит. Говорит о том, что в витаминах пользы никакой нет, но это явно неправильно. Суть статьи не означает то, что нужно отказываться от витаминов полностью, потому что, естественно, мы должны их пить, особенно в наших условиях, в зимний период, когда все-таки свежих овощей и фруктов у нас нет. Но при этом как-то ожидать, что мы будем пить чудо, добавьте, не принимать никаких мер, у нас сами собой прочистятся сосуды и снизится риск инсульта, инфаркта, других сердечно-сосудистых заболеваний, это мы тоже объективно не должны в это верить. Ведь недостаток витаминов тоже может вызвать различные заболевания и проблемы со здоровьем. А витаминоз может вызвать достаточно серьезное ухудшение организма, но недостаток витамина Д это рахит, недостаток витамина А это пелагра, С, цинга и так далее. Но также вреден и избыток витаминов, поэтому необходим некий баланс. Существует такая вещь как гипервитаминоз, он в основном, правда, касается жирорастворимых витаминов, таких как А, Е, С, например, проще выводится из организма, ну то есть избыток витамина может вызывать аллергические реакции вплоть до смертельных опухолей. Нужно отметить, что употребляя здоровую пищу, организм может и сам получать все необходимые витамины, макро- и микроэлементы. Поэтому прием каких-либо добавок вам просто не потребуется. К тому же покупка таких препаратов стоит недешево, при этом не всегда можно получить обещанного результата. Не забывайте, что перед покупкой и приемом витаминных добавок необходимо проконсультироваться с врачом. Анна Глазунова, Универньюз.